Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы ответим на вопрос, что делать, если обнаружена уреоплазма? Ну, во-первых, про уреоплазму. Уреоплазма это такой паразит, который что-то среднее между бактерием и вирусом. То есть он живет вне клеток, заражение происходит именно этими формами вне клеточными, но размножается он внутри эпитериальных клеток, то есть те клетки, которые выстилают мочеиспускательный тракт. Данный паразит имеет достаточно сложную организацию и достаточно сложный жизненный цикл. Какие виды уреоплазма бывают? Ну, человек поражает в основном три вида, а точнее даже два вида уреоплазм. Это уреоплазма уреолитиком и уреоплазма паром. Также существуют общие, это уреоплазма спешис. То есть это не какой-то вид, а это совокупность всех видов уреоплазмы. Казалось бы, достаточно брать анализ непосредственно либо на спешис, либо на паром уреолитиком, но иногда в трех процентах нет перекрестного подтверждения. То есть часть, около трех процентов, это мутантные штампы. Поэтому мы советуем сдавать именно на все три вида уреоплазм. Кроме этого, это анализ, берется он на мазок из уреолитра, делается анализом методом полимерально-цепной реакции. Если методом полимерально-цепной реакции обнаруживается уреоплазма, мы рекомендуем сделать посев на чувствительность к антибиотикам. Потому что всего шесть антибиотик, в котором она может быть потенциально чувствительна. Ну и соответственно, ну чуть побольше, но в основном применяется именно шесть. И к одному, к двум, а бывает и к трем, бывает даже ко всем, она бывает приобретает устойчивость. Особенно если было неправильное лечение или недостаточное лечение. Кроме этого, существуют антитела, это анализ крови, антитела на уреоплазму. Когда их следует брать? Ну, их берут в основном при хронической уреоплазменной инфекции, ну или контроль полного излечения от уреоплазмы. Как скрининговый анализ, его использовать бестолково. Ну вот, антитела к уреоплазме бывают трех классов, это А, М и G. Вот, G могут сохраняться даже после лечения в достаточно длительное время. Поэтому этот анализ в плане диагностики уреоплазмы инфекции не информативен. Антитела к уреоплазме могут даже и не вырабатываться совсем. Это все зависит от иммунной системы. Существует мнение, что уреоплазму даже не надо лечить. Ну, особенно несколько лет назад это активно продвигалось. Либо надо лечить, если ее концентрация больше, чем 10 в четвертый. Ну, теперь установлено, что уреоплазма, хотя она сама редко вызывает непосредственно воспалительные явления, она нарушает местный иммунитет, мочеиспускательный трактор или, например, влагалище у женщин, нарушает микробный состав, особенно вот влагалище опять, то есть она забивает ферментную стимулу актобактерий, нормальной микрофлоры влагалище, и, соответственно, туда подселяется чужеродная микрофлора, ну, например, кишечная микрофлора, энтерококия, кишечная палочка, и начинается воспаление. У мужчин происходит то же самое. И большинство таких уже первичных хронических простатитов обусловлено именно наличием этого возбудителя, который был в организме человека длительное время, ну, несколько лет. Поэтому в данный момент лечение уреоплазмы нужно обязательно и как можно скорее, чтобы не дожидаться развития уже такой отдаленной воспалительных заболеваний мочеполовых органов. Далее. Ну, естественно, когда мы определили возбудитель, определили его антибиотикочувствительность, одних антибиотиков недостаточно для лечения. Обычно применяются непосредственно ферментные препараты, и самое главное – это местные процедуры. Потому что в антибиотике применяются довольно широко, и уреоплазма приобретает очень быстро устойчивость. И нередко возникают штаммы, которые устойчивы, по сути, ко всем видам антибиотиков. Тогда лечение уреоплазмы возможно только с помощью иммунотерапии и местных процедур. Это, конечно, дорого и долго, но другого пути даже мы не можем предоставить. Но это обычно бывает при неправильном лечении несколькими видами антибиотиков. Вот такая вот ситуация с этой загадочной, так сказать, бактерией, вирусом. И, соответственно, при правильном лечении 100% схемы лечения или метода лечения уреоплазмы не существует. Но, по крайней мере, комбинация антибиотиков, иммунопрепаратов, ферментопрепаратов и местных процедур доходит до 90-95%. Спасибо за внимание.